Песня называется «Слова, дает чехотворение». 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 Поэты удивительный народ, даже творческий кризис рождает новое произведение. Песня называется «Слова, дает чехотворение». Я говорил, что Бориса меня пригласила, мы там тоже ездили, песню подарили. Познакомился с поэтом Борисом Знамецким. Он живет, по-моему, в Покровском районе. Песня называется «Песня «Дорожная Покров». Я ему сначала одну песню написал, он потом говорит, Александр, давай, мы с тобой будем ездить по городам, в праздник города, района, и дарить им песни. Я говорю, ты будешь в шоколаде. Я говорю, мне шоколад не надо, а песни, давай. Кстати, я была в Покрове, именно на дне города, в городе Покров жили мои родственники. И ведь там шоколадная фабрика, так что шоколад не зря. Итак, песня «Песня «Дорожная Покров»» на стихотворении Бориса Знамецкого. Литературный псевдоним у него Боря Ротто. Мы с Ларисой его отметили, как очень интересный поэт. Бывают такие поэты, такие народные самородки, в которых Лариса ездит, и вот на такие мероприятия она себе отбирает, потом публикует в своих армонахах. Итак, «Песня «Дорожная Покров». Едем в общей автомассе, скажем все, на авто шуршем по трассе по Эмси. Солнце жарит красным перцем, как всегда, нас встречает добрым сердцем города. От Москвы до города Нижнева, ленточку дорогу вижу я. Колосин за хлебом золотым полем, и уходит в небо тополя. Перезволь и переборы колоконов, значит проезжаем город мы по кругу. Пахнет пряниками мёдом, как всегда, вижу фабрики, заводы, это да. От Москвы до Новгорода Нижнева, ленточку дорогу вижу я. Колосин за хлебом золотым полем, и уходит в небо тополя. Облака плывут, а речки там, а луга, и цветут на клязь и речке берега. Иностранцы, смотрите, чистота, процветает по красите красота. От Москвы до Новгорода Нижнева, ленточку дорогу вижу я. Колосин за хлебом золотым полем, и уходит в небо тополя. Я секрет один открою, господа, у нас тоже есть колбой, это да. Мы не можем жить на свете без чудес, это знают даже дети. Есть, есть, есть от Москвы до Новгорода Нижнева, ленточку дорогу вижу я. Колосин за хлебом золотым полем, и уходит в небо тополя. От Москвы до Новгорода Нижнева, ленточку дорогу вижу я. Колосин за хлебом золотым полем, и уходит в небо тополя. Ну что же, Покров узнаваем. Путешествуя с вами по России, узнала я и монастырь на Островке, и фабрику, и красивый город, это поля. Там еще сосны были. Да, надо, ну, это только начало, про Покров еще будут песни, потому что он живет в Покровском районе. Я забыл, какие его там всего называются, но очень интересно. Есть такие поэты, которые вот как ввозья забивают, вот какими-нибудь фразами, такими, как даст, вот, и все стихотворение вообще прям, что, ну, можно на руках поднимать и нести. Вот он как раз из таких поэтов, Ларисе он тоже очень понравился, мы его сразу отметили. Так, у нас руководитель Лейтос Светок Галина Ключникова, хочется спеть, родилась интересная песня, коротенькое стихотворение 24 стихи, но я сразу услышал, что получится, ну, очень интересная песня. Я ей говорю, Галина Николаевна, я говорю, завтра у нас творческий вечер, ну, давайте мне еще 24 стихи, быстро, оперативно, максимум час. Но она за полчаса мне сделала, еще две. И вот я те два, которые было, два ее, и еще два повторил, и получилась замечательная песня, называется «Осень бабы». Хотя вроде как бы не в тему, сейчас не осень, но такую песню надо показать. Осень баба моя, осень шая, Зазвенела, журча, водой таю. В парке листья сгребают дворники, Хорошеют дворы и дворики, И дождинки свекают радостью. А слова твои сердце сладостью, И дождинки сверкают радостью. А слова твои сердце сладостью, Очень смотрятся всенебесную, Плечами нежностью неуместную, Где печаль и тоска извечная, Но сияет улыкой беспечная. Неуемая и всесильная, Полыкнула любовь огнем сильная, Догорает камин дым колечками, А в сердцах наши тают свечками. Осень баба моя, осень шалая, Зазвенела, журча, водой талою, Раскидала листу по тропиночкам, Хрусталом зазвенела по львиночкам. Неуемая и всесильная, Полыкнула огнем любовь сильная, Догорает камин дым колечками, А в сердцах наши тают свечками. Догорает камин дым колечками, А в сердцах наши тают свечками. Песни на стихи Галины Ключниковой у вас получаются очень удачно, и такие разноплановые, они получаются разными. Вот скажите, пожалуйста, как вы чувствуете женскую поэзию? Ведь это все-таки другой взгляд. Почему в вашем исполнении это так органично получается? Не знаю, я просто, может быть, из-за того, что меня воспитывала мама с двух лет. Ну, так вышло, что они с отцом расстались, у отца потом другая семья была, хотя мы, ну, как она никогда, я против не настаивала, мы поддерживали отношения, ну, когда я вырос особенно. Вот у отца еще есть две моих родные сестры, чисто по-другому слову. Вот одна живет в Калининграде. И я когда ездил, встречался в Калининграде, она меня домой приглашала знакомого, там, два внука, внучка и внук. Вот. Внучка удивительным свойством, она после моих песен, когда послушает, засыпает. Мы даже говорили, что ей пришли, там, колыбельник всякий, что она засыпала и три уник. Вот. Ну, то есть такое чуткое отношение к женской душе, и, наверное, заботливое с детства. Просто, да, у меня мама и сестра, она где-то на годах полтора примерно за меня старше. Она 58-го года, ну, где-то на полтора годах за меня старше. Ну, и раз уж мы заговорили о разноплановых песнях на стихе Галины Николаевны, Дочниковой, давайте послушаем что-нибудь другого плана. Ну, вот есть такое стихотворение «Ностальгия». Вот я ее в таком, в цыганском варианте сделал. Сироэра, палатка, Песню кострами Фотоснимок старый У себя нашла Желтая гитара в трепетных руках Огонем лукав у тебя в глаза Желтая гитара в трепетных руках Огонем лукав у тебя в глаза Лес стоит стеною За твоей спиной И укрытый мглою Он притих со мной В нем лет звуком нежным эхо в той ритр Эх, хочу, как прежде, к соснам вековым В нем лет звуком нежным эхо в той ритр Эх, хочу, как прежде, к соснам вековым Чтоб взлетали искры Ярковатка стра Чтоб речки быстро И буйные ветра Чтоб легкой тени в небесах пари О любви прекрасно с другом говори Чтоб легкой тени в небесах пари О любви прекрасно с другом говори Серая палатка Песня у костра Фотоснимок старый У себя нашла Желтая гитара в трепетных руках Огонем лукав у тебя в глаза Желтая гитара в трепетных руках Огонем лукав у тебя в глаза Спасибо большое Погрелись у костра Я еще когда написал Я ей послал Вот почему-то у меня захотелось Ее в таком живом виде Мне это очень понравилось Итак, я говорил, обещал На Владимира Коблова Что еще раз песню спою Песня, которую я Одно название меня сразу не задорговало И я понял, что песни должны быть Хотя очень песня сложная Непростая Потому что нету такого Куплет, припев, куплет, припев А тут получается Баллада Ну, идешь по всему тексту Все время что-то вносишь Где-то отходишь Куда-то заходишь Небо какого-то постоянства Песня интересная Песня называется На стихотворении Владимира Коблова Венчание любви Венчание любви Венчание любви Венчание любви Венчание любви И этот свет звучит Как жизни Тушь И остальным Пространство Освещает Искрится он у них Через глаза На мир вокруг Разбрызгивая краски На звуки Ветер, небо Голоса Не опасаясь Глазки А глазки И под него Венчается любовь А небо на земле Как у Купла Хрома Торжесть Себя Рождает Вновь И вновь И в череде Рождений Нет Изъяна Благослови Творящий По любви Божественному В мире Нет Предела Как Нет Предела Но Там У земли Для Жизни Быть Единственное Дело А Музыка Волшебная Волна Их Струнам Сердца Завсегда Стремиться Пусть Говорят Что Жизнь Всего Одна Одна И Есть Но Бесконечно Длится Музыка 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 Спасибо большое Я заметила, что в нашем путешествии мы периодически Возвращаемся в Сергеев Посад, побывав в разных городах России. Все-таки к песням на стихи наших местных авторов. Продолжим географию. Более конкретную песню о Москве, стихотворение Римы Казаковой, «Крымский мост». Это одна из тех песен, которая самая удавшаяся про Москву, о чем я уже говорил, когда Ларисову песню пел о Москве. Крымский мост Город мой вечерний, город мой Москва, Вести, как качелье с Крымского моста. Убегает вода вдаль твое лицо, Крутится без отдыха в парке колесо. Крутится полсвета по тебе, тобой, Крутится планета прямо под тобой, И по грудь запрызгал звезды и серебро, Муз летящий крымский, мой ракета-друг. Вот встаю, перила, грустно телебя, Я уже привыкла покидать тебя. Все ношусь по свету я и не устаю, Лишь полопоситую на судьбу свою. Прокаленная дочерна, на ином огне, Как замужней дочери, ты ответишь мне, Много или мало, счастья и любви, Сама выбирала, а теперь живи. О, ешаю снова, снова луиска, Будет биться слово, странная Москва. И рассветом бодрым где-нибудь в тайге Снова станет больно от любви к тебе. Снова все в красоке, Снова неспроста, Сцепленные руки Крымского моста, Убегает в вода Вдаль твое лицо, Крутится без отдыха В парке колесо. Замечательно. Дух столицы тоже передан. Причем такой романтичный дух. Я как раз вернулся с Крыма, тут еще называется Римма Казакова, там ее очень близкая подруга, членом Жрикова на последнем фестивале. И мне это стихотворение Наталья, по-моему, даже дала, сказала, вот эти песни в Москве хорошие, получится. Ну, я буквально сразу сделал эту песню. Единственное, что я не успел ее в конкурс, но Лариса меня все равно пригласила, я участвовал в гала-концерте, хотя я не занял тогда место, потому что эта песня, она не дошла. Там по электронной почте я уже с опозданием досылал. Главное, что она дошла до зрителей. Да, но потом эту песню я ее пел, и все отметили, что она получила ударочную песню. Итак, авторскую песню. Или, может быть... Да, давайте. Я настрою с утра поэтический лад, И пускай прозвучат отголоски бала, Пусть подымутся ввысь Мои сонные души, Загреться огонь, Ты его не туши. Может, светом своим он поможет дойти, Если жизнь не мила, если сбился с пути, Пусть согреет всех тех, кто живет без тепла, И растопит пускай обозленных сердца. И стихии огня Пусть искрятся глаза, И сверкают они, И сорвут в небеса Путеводной звездой, Что на небе ночном, Некрасимым огнем Полыхает на нем. Синевой к себе Нас молит небосвод, Но за поле земли Не пускают в полет, А по нему плывут И зовут облака, Оторвать от земли Нас не в силах богат. Я настрою с утра Поэтический лад, И пускай прозвучат Обголоски балла, Пусть подвигутся мысль Моистом и души, Загорится огонь Тьюни туши. Песня, которую я Светлане Кузьминой Написал ночью и первым, кто ее поздравил. На ее стихотворении она выгуливала солнце по ночам. Кольцо фонарное Держа двумя руками, И солнце рвалось с чернотой, Загорится огонь Тьюни туши. Но сразу под ноги Сползала по плечам, Потом, освоившись, Металась по двору, Пытаясь влезть Во всякой листве и щели, Хотя особо Солнцу нравились качели, Точнее вернуть Внести с ними на ветру. И слушать их глухой и монотонный скрип, И просто сам процесс земного ожидания, Когда на пленке утро проступали здания, А на вес солнца исчезали между лип, Она выгуливала солнце по ночам, Кольцо фонарное Держа двумя руками, И солнце рвалось с чернотой за облаками, Но сразу под ноги Сползала по плечам. Песня на стихотворение московского академика Михаила Ивановича «Внапшина» «Звезда поэта» тоже посвящена поэтам, Которые, его другу, который поэт ушел из жизни. Я ее написал раньше, чем Михаилу Кукулевичу. Ну и она ему, конечно, эта песня очень понравилась. Ча-ча-ча. Песня на стихотворение московского академика Михаила Ивановича «Внапшина» Ушел поэт в далекий космос, Песня на стихотворение московского академика Михаила Ивановича «Внапшина» Чтобы увидеть деталь небес. И каждый раз мы открываем волшебный мир, То, что ждет окрест. Ночной погост, погост вечерний, Где твой трудяга и начерпи, Что льет тягучее вино Через волшебное стекло. Он сыплет звезды за дно, И млечный путь ему давно, Дорогу вне ты подстелил, Как полноправный властелин. Святый поэт земли избранник, Кочующий меж звезд посланий Твоей судьбы, ты вечный странник, Кочующий меж звезд посланий, Ночной погост, погост вечерний, Где твой трудяга и начерпи, Что льет тягучее вино Через волшебное стекло. Субтитры создавал DimaTorzok На этой замечательной песне О высокой звезде поэзии Мы завершаем нашу сегодняшнюю программу Диалоги. Большое спасибо автору и исполнителю Александру Шахраю за то, Что погрузил нас в этот удивительный мир. И я думаю, что те, кто способен Разглядеть эту поэтическую звезду Сердечными очами, Тепл получит от этой передачи Истинное наслаждение. Спасибо вам большое за творчество. Всего вам доброго, Уважаемые телезрители. И до новых встреч. Да, я тоже два слова скажу. Чтобы вот эта звезда, Которая есть, была у каждого человека в жизни, Чтобы он был, Жил по жизни, шел с какой-то мечтой, С чем-то светом, Таким вот, Которая помогает жить. Вот как мне, например, Помогает гитара, Вот эти песни, Вот это творчество. Тем более, что я как бы пенсионер, И мне это, Ну как бы, Второе дыхание, Которое наполняет мой внутренний мир. И благодаря тому, Что общаешься с интересными людьми, С творческими людьми, Жизнь становится хорошей. Поэтому я всем вам советую, Чтобы вы в себе открывали, У каждого есть какие-то Свои дары Божьи, Какие-то свои таланты внутренние, Вот которые раскрываете, Возвращаетесь к ним, Не забрасывайте их, Потому что они действительно помогают. Они вас раскрывают, Они вас поднимают На какую-то высоту И помогают жить. Всего доброго. Очень приятно было для вас спеть, Кто будет меня слушать. Всего доброго. До свидания. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»